Можно её пройти, а потом дальше посвятить, как бы, это... Разбором, может быть, да. Просто подойдёт это с ним. Да, разбором, то есть вот тому, что... Другие-то никак не могут, у них нет общины, а у нас община нет. Например, у них тоже, они где-то своим советом решили, что именно надо писать об общине, что там даже какие-то неварядицы, чтобы писать. Потому что у них совет был, потому что другие были против этого. У нас тоже против. Да. Съёмки там, всего этого. Зачем плохое-то снимаете? Вы что, только хорошее снимаете? Так всё надо снимать, что ли? Всё было? Что вы здесь хорошее снимаете? Надеть весь этот... Типа, зачем вы это всё выставляете? Конфликты эти все там... Я сначала подумал так же. Но потом, когда начал смотреть, понимаете, не просто смотреть, слушать, думаю, вот так, я начал видеть себя. Свой этот серый мир, чёрный всякий разный. Вот. И ты же на себя начинаешь принимать это. Кто-то есть-то. Слово Божье не приняло. Как он берется? Непреглядности? Да. Кто, говорит, тебя... Ты, говорит, это раздел. Кто тебя разделал? Да. Оно. Оно меня разделал. Оно не голый он. Ничего нет уже. Грубище одно. Оно меня разделал. Оно меня разделал. Там вообще... Чем? Как он? Брат-то. Которому он объяснял-то там твои все. О смысле жизни там всё это. Мотовилову? Мотовилову. Мне вообще понравился. Чётко так. Саня привели. Ну, там всё. Всяк Мусаровский. То есть, Мусаровский-то знал, да? Ну, конечно, он знал слово. Ну, ничего. Ну, там нас привыкли. Дело всё в том, что он же не сам о себе рассказывал. А рассказывали о нём. Да. И поэтому сейчас как там что... Ну, представь себе, человек, который имеет дерзновение, будучи уже, ну, как... Почитаемый как святой. Это же он знал всё, что... Как к нему же люди ходили уже. И он молится Господу три дня и три ночи о архиереях и священниках России. Господи, прости их. Тут уже только об этом. А чего молиться прости? Так они все за тебя помолятся, ты врухнешь в преисподнюю. Представь, сила какая. Двести епископов только. Только монахов коммунисты до сорокового года убили больше трёхсот тысяч. Монахов триста тысяч. Со священнослужителями. Представляешь? Какая силища была. И он за них молится. Господи, прости их и помилуй. А они-то о себе не говорили, что они погибшие. Чего их прощать-то? Никто не говорил о себе. И сейчас никто не говорит о себе. И какой ответ услышал? Не прощу и не помилую. Потому что пошли путём Кайновым. Конечно. Чего непонятного, каким путём они идут. Где общины? Где занятия по слову Божьему? Где вообще Слово Божие? Где искренность в словах? Нет. Слово Божие они таскают на себе. На голове вот такие вот книжищи. Вот так вот тачат. По нескольку человек тачат его. Слово Божие они понимают. У них как бы есть оно. Слово Божие. Но оно на четыре печата наложено. На непонятном языке спиной к народу. Глубоко в алтаре и речитативом читают ещё. Чего вы там позакрывались? Зашли только 20 человек и закрылись там. Закрылись, всё никого не видно. Ничего не слышно. Что там делают? Делают сами. Ну тут невольно зародится этот вопрос. А почему? Что они там делают? У меня всегда вопрос был. Закрыли, пооткрыли, зашли. Что там делают? Что творится? Непонятно. Читец читает. Читается. Не, ну что там творится это понятно. Но почему они то это делают? У меня вот другой вопрос. Что там делается мне понятно. Господь дал им это задание делать. Вы делайте его. Ну почему именно закрывшись от народа. Эти лютеране не закрываются. Протестанты вообще сняли все преграды. Их не поймешь, кто у них там епископ, кто это. У неатов тоже вот такие низкие парапеты есть и всё. У католиков само собой нету тоже. Только такие поручни идут. Эти вот так вот иконами отгородились и всё. Ну вы же на икону вот смотрите. А мы как бы недостойные, грешные, многогрешные. Ребята, ну тут и так хватает икон без вот этих вот, которые впереди. Их и так по стенам навешано много. Вы дайте нам на вас то полюбоваться. Вышел, нету, вышел, нету. Да кто их знает откуда началось. Ну откуда-то началось. От Византии началось. Всё пошло от императора Константина Великого. Равноапостольного. Я вот только послушал, как Владимир крещенник принес. Просто вот получается всё ложь что ли. Всё обман. Ну а чё обман? В чём обман-то? О чём мы думали? Русь святая из-за того, что Владимир её крестил. Ты когда-то думал о Руси как о святой? Я думал. Я никогда не думал. Я думал столько святых у нас оказывается. Ну и чё? Это не значит, что Руси вся святая. А потом думал, а кто этих святых-то всем звание понадобал? Какой же простой человек? Не, ну пускай это люди были хорошие. Хорошие? Ну по-нашему даже святые. Ну как? Ну святые. Апостол Павел сейчас откроем. Он везде называется. Апостол Павел. Вот. Сразу почему-то на откровении. Вторая Коринфина. Первая Коринфина. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа, Исосвенбрат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас, благодать во имя Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Пожалуйста. Все. Обратился ко всем, ко всей Церкви, ко всем святым. Там что, святые отдельно сидели? Освященным святым, призванным во Христе Иисусе. И нет, нет. Это, когда это только об одном говорит, что никто не читает Священное Писание. Никто. Они слово «святой» боятся. Если ты скажешь «я святой», у меня, допустим, как говорится, было, это прозвище было в аркете «святой». «Поп» и «святой». И этим, казалось, они меня оскорбляют, до того это насмехаются. Ну так и Христос, Он призывает всех святостей. Всех. Всех. Святостей. Призывает понятно. Но разговор-то идет о Церкви. Все святые, кто в Церкви, те святые. А он завтра на исповедь пойдет. Он там какой-то грех совершил. Он пойдет на исповедь, а он к нему тоже обращается, ко всем святым. Почему? А вера должна быть. Должна быть вера. Не как он нас пригласил там девчонку в дом. «Так, все, там что-то должно такое быть нехорошее. Ну-ка давай там вперед, а то сейчас начнем мы». Все там такой шурум-бурум. Как будто уже там не просто грех совершил, уже там кто-то родился даже от этого неправильного союза. А ничего нету, оказывается. Просто ничего нету. Сестра зашла в гости к брату, просто там родители посмотрели друг на друга. Все, здравствуйте, до свидания, разошлись. Ничего нету, уже все шурум-бурум до потолка. Надо же немножко, немножко хотя бы чуть-чуть и Евангелие-то знать, как в этом случае себя вести. Не по себе все мерить-то, не по своей одежке-то. Ветхой. По старой закваске-то. По старой закваске-то. Нужно немного-то брату хоть доверять. Это ж брат твой. Ты его братом называешь. И тут же его хоп в морду, как порося. Так, держи. Там. Как ты там? Чего ты в грязи-то валяешься? Приподнял. Чего ты грязненький? Ты зачем его-то опускаешь сам? Когда надо, Бог его опустит. А он не опустился. Не стал грязным-то. Ты загрязнился сам. Это святые все. Если апостол Павел обращается, значит и Господь. Потому что и я, наверное, имею Духа Святого. Наверное. Но не может же сказать, я обладаю Духом Святым. Апостол Павел. Хотя апостол Павел дерзновенно говорит. Но есть ли такое дерзновение у тебя? Если есть, может быть, это дерзость, а не дерзновение. Надо аккуратнее быть. У нас есть апостол Павел. Все. Кто-то у нас, которого мы знаем, человек мог бы давно сказать. Да я-то уж святее всех святых. Но он же не говорит этого. Казалось бы, и подражать надо только апостолу Павлу и тем святым, которых мы читаем в Священном Писании. Есть кому подражать, то ты подражай. Просто когда игру правда-то открывается, мы же как читали? Почитаем за того, то тут, например, в 18-19 веке, там, рожден, допустим, человек там, владелец церкви, владелец храм, семья такая верующая. Все. Потом смотришь, он пошел на войну и начал там всех убивать. Это все это значит воля Божья. То есть, начинаешь читать и сопоставляешь с заповедем. То есть, слово просто читать. Люди слова не знают. Ну, вот то, что ты сейчас сказал, вот этого и не было. Не было никакого сопоставления со словом. Есть такой фильм один. Знаешь, у американцев тоже... Он один в одиночку, ну, там еще три товарища у него были сбоку, захватил 127 человек немцев. Это в Первую мировую войну. А перед этим он был хулиган такой, ну, трудился хорошо, все там. А мать у него была протестантка в секте там протестантской. Ну, типа, там что-то баптисты, там, менониты и так далее. И они там псалмы пели и так далее. У них там пластырь свой, там свой приход. А он не ходил в церковь. Она его туда звала, ну, в этот храм. А, это по имени? Йорк. Это по имени его. А он не ходил, работал там все. И потом, когда пошла Первая мировая война, и американцы в семнадцатом году объявили войну в Германии, то он очень хорошо стрелял, был охотником хорошим. Белки, кажется, в глаз попадал с большого расстояния. И он пошел на эту войну. А ему говорят, ну, вот бери... А, ну, и там у него произошло покаяние. Перед этим, да, перед тем, как война началась, у него покаяние произошло. И он пришел в церковь. Его приняли там, все, он покаялся и стал прихожаном в этой, в этой ихне церкви. Минамитско-баптистской там, какой там, непонятно. Ну, это давно было. Это еще, считай, 14-й год, 1914-й. Тогда не было свидетелей. Ну, были свидетели Его, но он не был свидетелем Его. Он был какой-то протестант, типа баптистов. И ему говорят, там, стреляй и так далее. А он говорит, я не буду стрелять в людей-то. А что ты тогда сюда пришел в армию? Ну, как-то призвали меня, вот, повесткой я пришел. Ну, у нас так нельзя, ты же пойдешь там людей убил, надо убивать там этих врагов. Он говорит, как врагов убивать? А Христос заповедовал, не убей, не убей. И его вызвали там к офицерам старшим, давай там с ним беседы вести. И сказали, ну, вот тебе история Америки, читай ее. Вот тебе история Америки. Да, история Америки. У них история Америки очень большая. Ты заглянишь, что ужаснешься. У них там свои нараканы у американцев, как у наших тоже. У нас тоже большая история, если российскую историю коснешься, она очень огромная. Ты больше тысячи лет уже России. А то еще перед этим была Русь. И так далее. И у них тоже там своя история. И вот он, читая ее, прочитая о людях, какие там люди знаменитые и так далее. И он, отправили его в отпуск. И вот он там полмесяца читал историю с Библией, сравнивал все. И потом пришел к своему пастулю и говорит, ну, что делать-то? Он говорит, ну, если там типа рубашку у тебя снимают, отдай последнюю. Все, иди, что, деваться некуда. И он вот на этой основе пошел. И стал лучшим воином. Ему дали там звание Героя Америки. У них там свои эти звезды и так далее. Дали ему усадьбу целую, там дом построили. За то, что он вот такой был хороший боец. Он там немцев щелкал, как коропатак. То есть его смогли уговорить. Были люди, которые задавали эти вопросы и с ними беседовали. А у нас в стране этого невозможно просто. Ну, может быть, и было что-то при Сае-Ватюшке. Мы просто не знаем. Мы знаем, что баптисты были такие. Вот во время советской власти, когда коммунисты их призывали, они не шли. Бежали, убегали. Нет. Никуда никто не убегал. Их забрали, садили в каталажку, потом расстреливали. Они письма писали родителям, знакомым, друзьям, братьям перед этим, как их расстреляли. О чем они думают. Тут есть книга об этом. И так далее. Православных никто не знает таких. А что за книга? Ни старообрядцев никто таких не знает. Что за книга? Здесь. Комиссар Дьявола называется. Сейчас. Запишу. 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 То есть, человек искренне желал исполнить заповеди Христова, а его раз и сбили с этого пути. То есть, свои же. Ну, ты знай, что всегда будет тот, кто тебя будет сбивать с пути. Ну, там сбили офицеры, понимаешь. Ну, пастор как бы тоже там руку приложил. Ну, он потому что, ну, как говорится, деваться тебе некуда там, чтобы ты не попал там по репрессии. Комиссар Дьявола. И здесь, если ты приготовился идти за Христом, то знай, что будут искушения и испытания. Вчера мы как раз с этой темой супругой думали, что сейчас мы пока находимся в какой-то микро-молочке под прикрытием. Ну, нет как-то такого. На изучение идем, и никто пока не лезет с другим словом. Ну, есть, да. Когда там родные восстают, начинаешь идти только. Да. Ну, у меня было несколько затруднительно с моей супругой, потому что я женат уже был. Ну, когда особенно бороду она у меня увидала, там были церкви. Потом, когда я сказал, что так как мы в блуде живем, то, значит, нам жить не надо вместе. Хотя это я как бы сам придумал, потом батюшка мне сказал, говорит, в принципе, если вы уже, ну, расписаны и так далее, то есть вы уже муж с женой, как бы такие узы на вас церковь не накладывает. Ну, с другой стороны, я как бы сам на себя наложил это, потому что, ну, я хочу, чтобы все до конца было. Как повенчались, тогда мы уж точно муж с женой. А здесь, ну, мало ли чего будет. Правильно? Ну, смотри, получается, если ты, Слово Божие, закон не соблюдаешь, то ты никакой не верующий. Так? Любовь есть исполнение закона. Ну, говорю, если ты не верующий. А любовь, это сам Бог. Хочешь быть с Богом? Исполни его законы. Покажи любовь к нему. А если ты говоришь, люблю, люблю, а сам где-то ходишь, шаришься, там, безбородый, там, куришь еще, тем более, да там, материшься. Друзья у тебя там, сотоварищи такие. Понятно? Ну, ты не в обществе Христовом, то о чем говорить-то? Кого ты любишь-то? Ну, вот у меня на этом случае образовалось очень много вопросов по вот этим нашим святым. По нашим святым? Да, которые брали и шли на войну, и все, они там считали, что это правое дело. Ну, вот этот Федор Ушаков, которого там приняли. Вот, допустим. Вот этот, который мы вчера читали, о котором я тебе рассказывал, я не помню его время. То есть, его тоже там... Просто я думаю, что что это получается, обман, что ли? Вот здесь же получается двигает, что против брата можно выйти с линтовкой и считать себя верующим. Это заповедение. У меня просто такой же вопрос с отцом теперь решается. Говорю, пап, ну, как можно сказать, что наш дед верующий, если бы он ходил на войну и стерлял, убивал? Ну, верующий, ну, человек может быть верующим. Я верую в Бога, но не соблюдающим заповеди. Господь говорит, одну заповедь не исполнил, не соблюнул ни одной. Все, и место будет тебе там, где ты, что ты там делал. Убивал, как убийца будешь в аду. Пьянствовал, как пьяница будешь в аду. Блудил, как блуд... Да, в чем застану, в том и буду судить. Значит, блудником будешь в аду. Чего ты одно не исполнил, ты, значит, не исполнил ничего. То есть, надо исполнять все. А убийство, это, извини, ну, вообще это ни в какие рамки не лезет, убийство. Убийство, это до такой степени все сложное. Ты этого, не знаю, этого нужно бояться очень сильно. И Господа молить, чтобы был мир. Чтобы не надо было вот этот выбор тебе делать. Или ты твердо стоишь, что любой будет сейчас выбор, я не пойду. Все. Не пойду. Скажут, а мы тебя расстреляем. Ну, стреляйте. В имя Христа. Ну, как ты вот говорил о том, что вот придут враги. И там жене говоришь. Она говорит, а что ты будешь делать? Ты что, даже меня не защитишь? Ты говоришь, нет, ну, за меня спрячься, вот, приму на себя пулю. А там дальше что с тобой будет делать, я не знаю. Вот уже Господь. Я за тебя вступился, все. Ну, вот, приблизительно. Там вопросы задавали всякие. А вот там, если гор пролезет, там, что его, можно там стрелять или что? Ну, во-первых, ты оружие не можешь иметь. У нас некоторые любят оружие. Молитва? Это очень умный. Нет, молитва, ты можешь его схватить, можешь обезоружить его. Связать. Можешь его даже ударить, если на то пошло. Ну, так, чтобы он не помер. Связать можно. Ну, сзади раз, на палку, на борцу особенно хорошо. Вот я как борец, я так предполагаю, как я это могу сделать. Ну, на основе-то святые так не поступали. Они просто... Я просто Серафим сказал. Да нет, нет, были святые, надо было взять этого Мурина. Ну, Мури, понятно. Так он это, там воры забрались в сад, он их это, всех перевязал, что-то человек несколько, и на себя взвалил, и потащил. Здоровый такой был. Бандит был. Убил... Убил... Убил несколько сот священников. Так... Не просто людей убивал, священников убивал. И покаялся. Ну, я что могу сказать, он святой, провозглашается святым. Морим. Морим. Ну, один, кто-то там священников рассказывал, говорит, я покажу, говорит, в дому стоит газель. Смотрю, из моей дома все вытаскивают, газель грузят. Я говорю, ребята, помочь. Они, помоги, старичок, помоги. Он говорит, я все так же беру и все к ним кладу, и потом Господи. Спасибо. Только не это, не газель, это святой был какой-то. Да, к примеру. Ну, только газель. Святой был, который помог вытаскивать все, а потом они что-то остекли. Помолился о них, а у них это, они застыли на месте. И не могут двинуться ни туда, ни сюда. И пришли люди, там 14 человек их что-ли было. Я говорю, ну, помолитесь о них, они так страдают, плачут уже. Он помолился, а не раз опять. И остались в этой обители, с этим святым. Много таких. Я тебе, знаешь, рассказываю переворот, и я с телеканала спас. Ага, ну, понятно, да. Потому что супруги вчера спрашивают, ты меня откуда это сказала, что... Пчелки-пчелы. Я, говорит, могла тебе только сказать, с телеканала спас. Ну, я говорю, понятно. Андрей Кураев говорил, что сейчас, говорит, все ходят и огня дают друг другу прикурить. Это говорит о том, что всех ждет вечный огонь. А перед потопом люди ходили с маленькими такими флакончиками, с кувшинчиками, и друг другу давали попить. То есть это говорило о том, что это потоп будет. Ну, Игнатик, значит, отвечает на вопрос. Говорит, откуда? Говорит, папы, вы все это знаете? Говорит, ты там что, ходили, что ли, в то время? Нигде ничего нету. Вообще ничего нету. Откуда ты, Кураев, это взял? Ну, додумал, или кто-то ему там с канала спас, он посмотрел. В детстве. В детстве. Ну, как вот это, смотришь там, сидит с волосами непокрытая женщина, учитель, и детям рассказывает, кто такие ангелы. И вот она рассказывает, одни ангелы в красных одеяниях, другие в золотистых одеяниях, почему там это так, другие в голубых одеяниях. И от себя кину, короче, шпарит, шпарит. А что нельзя открыть Слово Божие и прочитать про ангелов, и какие одеяния, и какие что у них? И вообще, кто они такие-то? Ну, по Слову Божьему возьми, открой. О херувимах, о серафимах, тут написано. О архангелах, об ангелах. И про одеяния тут есть, про цвета кое-что есть. Ну, не до такой степени, чтобы прям там все знали, в золотом они сейчас или нет. Сейчас Господь им сказал, так переодеться всем золото. Они переоделись золотыми такими, летают перед ними. Это у меня вопрос вопрос. Потом голубыми. К священникам. Я говорю, а почему во время литургии вы меняете разные вот эти вот цветы? Он не надеет, он нет. Как это так надо? Так нет, нету ничего. Я говорю, вот на службе стою, и вы говорите, то в золотистом, то в зеленом, то в красном. Это на Пасху все делается. Я просто спросил, а для чего это? Это для того, чтобы показать разнообразие, разнообразие, разнообразие Божие. Ну, еще вот эти, там у них до 12 цветов они меняют. Еще как бы у священников были на роменах, на ромена, ромена такие были, надевались. Да. И здесь были такие две золотые пластины, и в них было по шесть камней в каждой. Шесть камней. Шесть колен Израиля. И они из разных камней были, там Яспис, там Яхан, Адаман, там и так далее все это. И они все это, и они разного цвета. И описывается, почему он огнестый, почему он зеленый, почему он голубого цвета, почему он темного цвета и так далее, и так далее. Там сапфиры эти, изубруды, какие они, почему такие. То есть, ну, может быть они отсюда взяли и показать это. Ну, у нас там очень много со Словом Божьим связано. Книга здесь называется... Я думал, что Богу нужна. Называется... Ну, называется «Новая скрижаль книга». И там, по Слову Божьему, объясняется все богослужение. Книга «Новая скрижаль». Компьютеры наберешь и читаешь, и прям начнешь читать, и там с самого начала все начнется. «Новая скрижаль». Да, как только первый возглас, и там сразу места писания и пошло. И полностью все тебе там объясняют. Цвета... А как должно быть? Почему? Слово «почему», да. Он тебе не ответил, потому что он новую скрижаль не читал. А я тебе отвечаю, потому что я ее читал. Поэтому я тебе говорю, что может быть. Почему так? Ну, то есть, а для чего это надо уже? Это я не понимаю, к чему это. Он лучше бы, когда переодевался, читал Слово Божье людям. Но все должно быть на своем месте. Можно и цветным переодеваться и прочесть Слово Божье. Времени хватит. Конечно. Но! Новая скрижаль. Но! Они стоят, молчат все 30 человек. Да. Новая скрижаль. Все 30 человек стоят, молчат. А может сто. Вот сейчас показывали Союз. Или Спас, я там оба смотрю. И патриарх говорит проповедь. Говорит проповедь, он один. Священников стоит больше в храме, чем людей. Вот так вот колоннами стоят, стоят священники. Митрополитов тут вообще не счесть сколько. И там где-то люди. В чем попало? В шлем попло стоят какие-то там. Ну же, девушки. Так вот косынка где-то вот тут на макушке. Тут у них на ушах держатся там. Мужики все почти безбородые, конечно. Если бородатые, постриженные и так далее. Ты что, заняться-то им нечем? Я просто считаю, что нечем заняться. Что стоит слушать? Вот он говорит, все умиляются. Так ты говори, чтоб там другие умилялись. Еще столько же народу умилилось. Ты иди, ты, 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 ты. Всех дьяконов отправьте в разные приходы, в деревни и так далее. Раз они к вам собираются люди-то, вы собирайте их. Говорите им Слово Божие. На меня-то не собираются. Я говорить готов, но на меня никто не собирается. А на них собираются. Но они не говорят истины вообще тем более. Хоть бы раз там Слово Христос упомянули. Никто ничего не говорит. Нет, они сразу блокируют. Я вот сколько вот в этом, в том. Брат, ты сразу в этот ставь. Прямо на плитку сверху. Сейчас, подожди. На плиту прям сверху возьми противень и делай лепешку хлебную. И ставь. Ты уже поставил хлеб? Я поставил подниматься. А, еще подниматься. Да. То есть бухи, они сначала на меня все подписываются. Полезли. Ну смотрят, я с одним там подписался, с другим батюшкой. И не раз мне такие все предлагают. А я потом начал им за вопросы задавать. И отписали все. Я смотрю, это блокировано. А я потом начал снимать их видео. Что-нибудь в это вытворять. И я это не снимаю, а просто его копирую. И все. И себе сохраняю. Полезли у меня заблокировали. И я у него видео уже втаскиваю на свой канал. И смотрю, смотрите, какое у нас священство. Вот. Они там что-то под музыку, знаешь, сделают. Как я тружусь. Там эту печку слушать. И музыку наложат на свой канал. Из какого-то там, знаешь, участка, в котором молодежная музыка есть. Ну понятно. Со всеми эффектами. Я говорю, это что священство? Один там священник мурку пел. Ну это показали уже везде. Везде по телевизору. Я не знаю. Мурка пел мой муреночек там начал. Да, да, да. И там ему подпевают, сидят все такие здоровые. И бабки там. Муреночек. А потом они на спасе сидят. У нас что? О христе нету? О чем сказать? Да у нас их вообще миллион песен. Послушал от любых баптистов, да, вот я послушаю. То есть какие песни? Вот которые мы поем, да? Ну, короче, так естественно. О вере. А сердце на душе человека. Как он воспринимает? Как надо бы воспринимать? Как хотелось бы? Да как мы восхвалять должны? Такая. И вопрос задаю. Я говорю, мы когда попадем в Царство Небесное, мы что там будем делать? Тем, что мы сейчас занимаемся? Или тем, чем мы должны заниматься? По идее. Что нам Иисус Христос сказал? За поведение? Игру блокируют, сразу блокируют начинают. Блокируют, блокируют, блокируют. Все. И мне это не интересно. Не интересно это. Вот как раз к нашим словам. Называется двадцатый век. Двадцатый век. Здесь тоже щей кража. «Свечных огарков и монеты звон» Сознанием победы репортажи. К епископу доносит телефон. Идет тольюром праздничная служба. Безбожный хор внесен под купола. Что здесь о чем? Кому все это нужно? Все надвое, все врозь, все пополам. На половину понята пропета. И плачут души свечи и тоска. Давящий мрак нет воздуха и света. Я так давно от этого устал. Живительной бы влаги родниковой И сбить из живоносного ручья. Но тот источник золота закован. Слованью засугучена печать. Разверлить небо благостной уманной. Прорезь вода из лопнувшей скалы. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной глы. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной глы. Позорный плен молчанницы великой. Что православной церковью зовется? Давно забыт триумф победных клевиков. К свечам, к иконам. Прихожанин разжмется. Лепещущие звуки непонятные. Уходит время, как вода в песок. Я был, я отстоял, бока намяты. А настоятель в Митре под яком как высок. И с года в год ни ведения ни страха. Ни продвижения по узкому пути. Не видим ни трагедии, ни краха. Как дальше жить? Как к Господу прийти? Как дальше жить? Как к Господу прийти? Разверлись небо благостною манной. Прорвись вода из лопнувшей скалы. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной мглы. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной мглы. Вот что петь надо. Не плакать потом сидеть. Не над этим стихом, а над тем, что заложено там. Ты смотри, что бока-то намяты. Отстояли мы. А я с рукой отстоял. Я с рукой герой. Дмитрий, а что у вас такое в службе? Там ходят эти журналисты. Как вам праздник? Что у вас такое необыкновенно? Батюшка. У нас батюшка так необыкновенно говорил. Диакон такой голос. Так все это было прям... Не могу передать словами. Никогда. Душа поет. Не могу передать словами. Никто передать не может словами. А что было? Что с ними было? Что такое было? А вот как было у этих, которые пришли. Послы-то после к Владимиру. И говорят. Не знаем, где были. В Византии, в Софии были. Там они. В Константинополе. На небе или на земле. Ой. Так там все такое было. То есть. Сам Бог сошел. Как бы. Так все. Пели там. И они стоят такие. Не могут понять, что такое. Они же никогда... И где-то блеск. Золото. Все это. Золото. Ну, молись. Конечно. Это красота. Ешь тебе. Это даю. А как батюшка поет. Все такие благообразные. Все такие улыбчивые. Какие все тебе улыбаются. Там. Любовь везде. Чаем напоили тебе. Чаем. Вина дали. Хорошо. Ну все. Ну все. А что ты там. Протрезвился. Или про. Собственно. Заковался. А как. Вера-то. Вера-то как. Они ему не сказали. Они нам рассказали о Христе. Христос. Это такой. Это такой. Великий был человек. Что по другому. Как Бог его не назовешь. И мы поверили. Что действительно. Бог сошел на небо. Ради нас. Умер. Пролил свою причистую кровь. И мы теперь веруем. Что мы кровью его спасаемся. А для этого нужно вот что. Ты всех своих блудниц. Две тысячи. Убирай. Раздай там им все. Сокровища. Все. Замужить поотдавай. И так далее. У тебя должна быть только одна жена. И он начал этим заниматься. Он начал это делать. Он их развел везде. И так далее. Женщины развел. А еще что надо. Вот это надо. Вот это надо. Все вот это надо. Молодец. А что. Креститься надо тебе. Вот деваться некуда. Надо креститься. И он такой. Как бы крещение принять. Как бы принять крещение. Он же еще. Ну не знал как его принять. Он просто креститься. Сказали надо. Иначе спасения не будет. Он такой. А я запланировал поход как раз там на Херсон. А пойдем-ка. Захватим несколько священников. Да. Пускай нас крестят. Захватим. Вот это они были. Ну и что что они побыли. Ну даже. Он отказался от своих наложниц. И что. Ну там. От того отказался. От всего. Пошел. Захватил Херсонес. Херсонес. Ну. Захватил священников. И ослеп. И вот в этот момент. Когда он ослеп. Тут как бы к нему кто-то видать пришел. Что-то там может быть сказал. Что если вот ты покрестишься там. Христос тебя исцелит. И он. Ну ладно давайте. И надо же так. Его погрузили в воду. И он. Вас. Этот. Стал видеть опять. Понимаешь. Чудеса какие-то. Ну без этих чудес. Никак бы он не стал бы. Тем Владимиром. Красным солнышком. Которым стал. Хотя он на самом деле Василий. Его крестили Василием. Он не Владимир никакой. А остался Владимиром. Ну почему. Надо же тоже вопросы задавать. А крестился Василием? Да. Вот сейчас у нас ходит. Диана ее звать. Девушка. Диана. Ей нравится это имя Диана. А она крещеная уже. Ну моченая. То есть мы сделали миропомазание. И помочили. Ну покрапили водичкой. Помазали что-то. Вот. Ей дали имя Дарья. Есть такое имя. А она не крещеная? Нет. Ну она не погруженная получается. Ну то есть не крещена. Крещение это погружение. Мне креститься надо. Ей нужно погрузиться. Да теперь. Я. И когда ее называешь там. Даша. Она говорит. Мне это имя не нравится Даша. А Дарья. Дарья нравится. То есть. Ее надо всем звать Дарья. На то время в котором ты крещеная. Уже. То есть. В тот время в котором ты крещеная. Да. Она не привыкла к нему. И он тоже до такой степени не привык. Что его то Василием то не называли получается. Так Владимир прошел. И вот брат у нас Владимир. Вон у меня отец Владимир. Я Владимирович. Владимир или крещеный? Так и есть. Так и крестили Владимировым. Вот Василий. А он Василий на самом деле То есть он должен Василием быть Вот сейчас тут Вася стоит А он в православии остался Владимиром И вдруг ни с того ни с сего стало Имя Владимир, хотя православного имени Владимир нету Понимаешь? А Александр? Такая же петушня Да Он крещеный Александр Но когда он умер Перед тем как он умер Он за 45 дней взял схему до смерти своей И в схеме он стал Алексеем Алексей 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 Александров там не хватает А это должен быть Василий И все Александр Невский Александр Невский Он умер Алексеем покаявшимся Потому что когда ты этот парамон одеваешь на себя Ну одеяние схемников То ты полностью отрекаешься от всего мирского Полностью от всего мирского То есть то что ты кого-то там зарубил Там этого крюфюста Этого шведского То что там проткнул какого-то меченосца Этого рыцаря Это уже все ушло Ты только должен Господи помилуй меня В прахе и петле раскаиваешь Что убил этих людей Можно было бы и проповедовать оказывается Ну я так думаю А теперь везде часовни Александр Вот с такими мечищем Стоит ничуть не выше его ростом Ракету бы дали в обнимку Ему еще с отобой А он Алексей А он Алексей Алексей в парамоне он одетый Парамон называется Такая штука Вот так на себя одеваешь Тут со всех сторон кресты у тебя и надписи Там до воскреснях Бог и так далее Да и кто об этом знает Сейчас расскажи об этом Может ты откуда он поелся Никто не знает Хотя все это в житиях святых написано Просто надо читать Знаешь как это пословица Жил в них Имел много книг И не знал что в них Или как говорит Смотришь книгу А видишь оттуда Сатанинскую дулю Вот что ты видишь Вот что Библия Неинтересная книга Начинаешь читать И она очень интересная становится Когда ты начинаешь ее читать Не просто так Что ты что-то там О я за раз прочитал там 50 страниц Ну и что что 50 Толку-то от этих 50 Ты прочитай Вот про собак Вы прочитали Уже одно предложение Уже поговорили о собаках Уже не надо там Их гонять Бедных собак этих Что их гонять Любить надо Они вся тварь до ныне стяна И мучается И ждем когда Сыны Божьи прославятся Чтобы им тоже можно было Как-то спастись Они что-то понимают Ну видишь она лежит Скажи тут одно слово Собака Карамелька Вот все Видишь она понимает Конечно Сейчас придет сюда еще Да Вот видишь какая собака Вот идет Причем не просто идет Гляди Идет с игрушечкой уже С игрушечкой Поиграйтесь со мной Иди сюда карамелька Покажись Вот пожалуйста Видишь Давай игрушку сюда Вот пожалуйста Играйся со мной Нам некогда читать У нас Новый год 8 марта 23 февраля 1 июня А там отпуск Она Слово Божье Не вмещается В них Не вмещается Да Вмещается Почему Интересно Я там много писал В Одноклассниках Перед Новым годом Перед Новогодней ночью Откликнулось Из 5000 Три человека Я проснулся Или проснулась А вы откуда Это взяли А о чем Ты писал Просто заметки Делал Сейчас прочитаю А почему Откуда ты знаешь Что 5000 человек Получили А я рассылку Сделал А Ссылку Письма А Все как на Новый год Сообщения Сейчас Ты каждый день Можешь такие отправлять Прямо Я не верю В Новогоднюю ночь Ну понятно То есть Там уж точно Прочтут Да Как бы начнут Да Потому что Там они открыт Я смотрю Что прочитано Будьте в Новом году Со Христом И со Словом живым Я хотел в этом Прошлом году Быть подобным Христу своему Но когда Этот год пролетел Я увидел Что только хотел Я хотел больше Братьев любить Своим ближним Любовью служить Огорчить Я немного успел Но любить Все же только хотел Ну и далее Там Ну и далее Ну давай Дальше читай Давай Давай сначала Ну что Да нет Продолжай Ну и уже Что делать Я хотел больше Братьев любить Своих ближним Любовью служить А своим ближним Любовью служить Огорчить я немало успел, но любить всех я только хотел. Я хотел всех больных посещать, утешать их, нужде помогать, но как мало у них я сидел, помогать я им только хотел. Я хотел чаще ночью вставать, Иисуса Христа прославлять, сладкий сон нарушать я не смел. Я молиться, а и молиться я только хотел. Я хотел быть примером для всех, чтобы не был во мне виден грех, но теперь я стыжусь своих дел. Быть примером я только хотел. Всем хотел говорить о кресте, на работе, соседям, везде, но молчал, и на них я смотрел, говорить я им только хотел. Благодарным хотел быть всегда, за все милости Бога Отца, но роптал, и душой черствел, благодарным быть только хотел. Я хотел так, а, я хотел, я так много хотел, но так мало, так мало успел. Перед кем оправдаюсь теперь, что я в жизни так много хотел? Мой Спаситель меня оправдал, на кресте за меня устрадал. О, как жалок был мой удел, если б это он только хотел. Милосердный Отец, помоги, Новый Год у меня впереди, чтобы не только я это хотел, но исполнить все это сумел. вперед, небо нас ждет, когда исполним все. Замечательно. Видишь, на слово хотел и столько пришло. Из ничтожного излета такое великое. Да, и вот еще я направлял, для тех, кто на новогоднем празднике, и так смело вступим в борьбу. И нам теперь предстоит борьба, но это изъяно-зладоуста, предстоит борьба не с самоликитянами, напавшими, как в то время, не с другими какими-либо варварами, сделавшими набег, но с демонами, которые ходят тожественно по площади. Происходящие сегодня дьявольские всеночные гуляния, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные забавы, хуже всякого неприятеля, пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и не согрешившим. Одним, смотря на свои грехи, а другим, смотря на бесчестие, братья, наш город веселится, красуется и венчается площадь, как любящие наряды и роскошные женщины. Сегодня заботливо украшается, облекаясь золотые и драгоценные одежды, обувь и прочее тому подобное. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять своего товарища. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу, не способную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большой влечет за собой вред. Есть только какое-то безрассудие рвение, навлекающее нас с ревнователей о смеянии. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но твою душу, не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело. И владыка ангелов наградил тебя своими дарами. А хвастовство, совершающее ныне, возбуждает и смех, и зависть. А хвастовство, совершающее ныне, возбуждает и смех, и зависть. Смех в тех, которые мыслят, насколько выше. А зависть и великую ненависть в тех, которые подвержены теми же болезнями. Ну это слово на Новый год. Да, вот я вам просто рад просто посылаю, допустим, письма, да, вот всем, 5 тысяч подписчиков, допустим, каждому в личном сообщении. Кто-то прочитал, ничего не ответил, кто-то просто там какой-то смайлик посылал. Ну я думаю, вот это Иоанна Златоуста никто не прочитал. До конца, наверное, нет. Кстати, что мы по оглашению-то идем? Ты уже у нас, наверное, все вопросы понятны тебе уже? Да, вопросы-то все понятны. Мне надо, знаешь, что? 412. Ты уже заявление-то пишешь или что? Или когда батюшка сейчас приедет, ты подаешь или не подаешь? Что-то к Рождеству Христову подарок себе сделаешь, нет? Да, я сделаю обязательно. 412. Надо написать прям. А, заявление даже у нас, по-моему, распечатано и есть. Прямо только вписать имена и все. А нужно уже от руки написать. Можешь напечатать прям. Можешь напечатать, можешь написать. Лучше, конечно, от руки написать, я считаю. От руки, да. Что там говорят? Такое дело пишется. Взял образец, есть, поставил и написал. Книга новая, другую я взял. Я вот эти взял 3 книги. Хочу 2 оставить детям. Чтобы они были. Чтобы когда мы были старичками, чтобы они в них были. А потом они уже дальше пускай куда-то. Ну, мысли какие у тебя вечной жизни, да? Ни день не найти это. Жизнь, вечная жизнь. Нет, я хочу детям, чтобы было. Или вдруг кому-то что-то пригодится. Так, ну, давай, читай. Приблизительные вопросы, как ваш шина. И спрашивающий себе. А, и спрашивающий себе. А, ты что, у тебя нету пометки никакой не будешь делать себе? Нигде. Я так... Записать ничего хочешь? Да я ничего не брал. Я вот по делам по работе, как поехал. Вот эта книжка вот новая вырел, ты знаете, я забрал техночь, забрал ее. И тут ее типа новой. Потом у меня уже все... Мы заново эти вопросы начинаем читать, да? Заново, да. Ну да, те тогда прочли полностью, хопом. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. О вере во Святую Троицу рассказать мне, поможет моя вера в Иисуса. А в Отца и Сына и Святого Духа. То есть получается, это Бог Един, но в трех ипостасах. Да, так это правильно? Отец, Сын и Святой Дух. Что... Вот здесь вот у меня вопрос. Это получается, вот они неделимые? Нет, конечно. Они неделимые и едины. Но едины в трех вот своих. Но в трех лицах. Это как вот, например, человек, душа и дух, да? О, тело, душа и дух. Нет. Нет? Человек, он дуалистичен. Дуалистичен. То есть два имеет. Только душу и тело. А дух, это состояние души. Состояние души. Как состояние совести. Есть сожженный в совести своей. Сожжен человек в совести своей. То есть совесть никуда не годная для Бога. А есть совесть, которая годна для Бога. Которая является тем самым источником, который может слышать Господа и отвечать Ему. Через человеческий характер человека. Вот совесть о совести о грехах задумался. Да, да. Совесть может как бы открыто, открыться, ну как быть, открытой к Господу. И может быть сожжен в совести своей. То есть нету бессовестный человек. Бессовестный, да. Поэтому такое же состояние души может быть. Дух может томиться. Дух может радоваться, восхищаться. Восхищен был, говорит. Не знаю, в теле ли, вне тела. Но знаю, что был там. Апостол Павел рассказывает. Давай вот. 1 Яна 5.7. Я для себя ответ на этот вопрос написал. «Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово с большой буквы и Святый Дух. Иси 3, суть едина». Слово – это Иисус Христос, Логос. Привечное Слово Отца. Отец, Слово. Иси 3, суть едина. Да, и почему именно Слово здесь употребляется? Потому что, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, нет, 12.46, там написано так, что «Не я буду судить вас, а Слово, которое…» «Отец, Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день». Иоанн Григория от Иоанна 12 глава. Это один из мест Писаний, которые он нас заучил для себя. Четко мука отвечает людям, которые тебя хотят направить по ложному пути. То есть, ты скажешь, я буду отвечать по Слову Божию, я должен согласно этого и жить. Все. Да, и аминь. Слово, которое я говорил, оно будет судить. То есть, вот пришли мы к тому понять по знанию, почему Слово. Потому что Словом ты будешь судим, а Слово, Он и есть. Господь. Все. И там другое место. И теперь, когда какой-то человек тебя будет спрашивать, а почему именно Библия, почему ты скажешь, вот почему. Потому что сам Бог – это Слово. Вот оно. Сказал. Вот. Это Бог для меня. Вот это Бог для меня. Потому что я о моем Боге знаю вот по Его Слову. Вот оно Слово. И ты начинаешь узнавать о Боге. Именно как младенец начинает познавать маму, узнавать маму, почему она, мать его. Она его кормит, все. Он же ничего не понимает еще. Сосет все. У него нет познания. И вдруг открывается у него совесть. Господь ему совесть открывает. Какое-то время проходит. И открывается совесть. И он познает. Это мое близкое. Отец подходит рядом. Это мой близкий. Через совесть он начинает определять. Так и ты тоже ничего не знал. И вдруг ты открыл Слово Божие. Начинаешь читать. И у тебя совесть открылась. Так я не было совести у меня. Я был бессовестный все это время. Жил без совести. Да? Бессовести. Бессовестно. И совесть тебе открыла Слово. То есть сам Христос тебе открыл. Как Он творит все Словом Своим. Бог творит все Словом Своим. Чем? Иисус Христос. А чем движется все и направляется и хранится Духом Святым? Духом. Да. То есть Отец. Отец Сын и Святым Духом. Он рождает привечно Слово. А Слово доходит до кому надо оно дошло. Ну или создания мира. Или до наших душ. И сотворился мир Божий в нас. Этим Словом. И дальше Он хранит Духом Святым. То есть силой Божией хранит. И все получилось. Каких трое или один. На три разделилось. Но все это едино. Три в одном. Три в одном. Три в одном. И наоборот. Один в трех. Все. Вот. Не можем даже точно сказать. И то есть надо просто запоминать это и все. Господь три едино. Три едино. Три. Это же множество. А едино. Ну вот так. Три едино. Мне интересно у мусульман. В этом Коране все время произносится мы слово. Мы, мы, мы. И они вообще понятия не имеют почему мы. То есть считают мы, мы. И все время. У Аллаха нется товарища. Почему мы? Говорит Аллах. А в другом месте говорит ваш Господь. Ну просто. То есть как-то в таком определении непонятно. Как будто кто-то пишет или. Хотя говорит это как бы сам. Сам же и ваш Господь. То есть непонятно. И опять мы говорится. И там мы, мы. А у нас же там тоже где-то есть. И придем с ними сотворим. Да. У нас-то понятно почему мы. Потому что это отец, сын и дух святой. Мы не скрываем этого. А у них-то это сокрыто. Там все. Сокрыто. Они не понимают что это такое. Ну это кто-то передавал тоже. То что по Слову Божьему передавал. И это сохранилось. А почему сохранилось? Никто не понял этого. И все. У них же там непонятливые. Вот надо было. А люди в Писании это же Евангелисты? Вот надо было вообще убрать то. И вот это читать. И тогда все было понятно. Люди в Писании это Евангелисты? Люди в Писании это христиане и иудеи. Которые имеют Слово Божие. Имеют Слово. Которые Его имеют. Но не вникли в Него. Не познали, что имел ввиду Господь. И поэтому как бы были отвергнуты. Есть люди и вообще были люди, которые тоже мусульмане. Но они интересовались. Потому что в этих... В Коране там говорится об Евангелии. Что-то упоминается. Инжи. Инжи. Да. И они это интересно. Они сразу приобретают. Например, Слово Божие. Даже гематри, когда готовы за это, говорится, голову им снести. Убить за это. Но они пока... И начинают сравнение. Сравнив. Коран и Бибель сами. Их никто к этому не повозит. То есть Дух Святой их направляет в Сам Господь. Интересно. Да. И в оконцовке вот этого, я осмелился назвать его отцом. А, да, да. Женщиной. А, если из Индии, которая была мусульманом. Я... Я... Пакистане. Пакистане. Да, вот она так и поступила. Она говорит, потом, говорит, чувство, у меня склоняется больше к Евангелию, чем к Корану. А Корану у меня просто как долг совести ее. Что вроде ее родители воспитали в этих обычаях. И ей уже как бы вопреки. А потом она все-таки решила. Блин, и пошла. Ну там все было от протестантов. Да. Ее протестанты направили. Не сами они. Не Дух Святой. Дух Святой это понятно. Дух Святой протестантов направила. Она начала читать и Духом Святым прозрела. И она впервые там встала ночью на колени. Ее Господь побудил. И она назвала Бога на Ты. Ты мой Отец. И тогда... Не с первого попытки это у нее. Да, не с первого. И тогда у нее что-то преобразилось. И она начала... Ну да, интересно. Ты читал, да? Я не читал. Я слушал. Кто-то читал. Я слушал. Это у меня там проблем потом с родителями. Ну, не проблемы, а начались испытания. Будем говорить нормальным нашим языком. Библейским языком надо говорить. Убрать слово это вообще. А это слово заменяет все там непонятности какие-то есть у человека в жизни. Начинают это... Есть испытания, огненные испытания есть, огненные искушения есть. И они начнутся и у меня в любом случае. Конечно. Конечно. Мы уже к этому готовы. Конечно. Они уже начались у тебя. Просто ты еще не понимаешь. Пока тебе материально не коснулось, поэтому ты не понимаешь. Как только коснется так, что голод... Ну, вообще, слово Божье так говорит, когда ты принимаешь крещение, и после этого как раз у тебя начнется... Готовься. Все ждут. О, крещение сейчас настанет. Почему так много людей уходит после крещения? Сразу. Сразу. Только крестились. И неделя не пройдет. Вот сколько у нас тут сестер ушло? Сестрами были, все уже ходили. И песнопение вот с ними пели. И это ну... И вот принимали тут в гости вот здесь. Сколько? И нету никого. Все. Только крестились. Месяц там, неделя. Один раз пришли на службу. Все. И нету. Получается, что... Вообще уходят просто и безо всякого. Не утвердились и верили. Не то, что это было. Не то. Не было именно рождения свыше. Рождение свыше. Когда рождение свыше приходит, тогда ты от всего себя отдаешь первой любви. То есть, как Христа. И потом, когда теряется первая любовь, Господь предупреждает в книге откровений. Смотри, не потеряй первую любовь. А если потеряешь, то... Светильник он светит. Горе тебе будет. Что такое сдвинутый светильник? Не знаю. Ну, что-то такое плохое, ясно. Светильник он светит. Это свет. Это просвещение. Это христианство просвещение. Это святость. А когда нету света, все. Тьма поглотила тебя. Значит, с остановив. Очень столько в озере огненное. То есть, ты охлаждаешься дверь. Все. И можешь вообще упасть. То есть, как вот у нас одна сестра. Ну, ты вернешься к обратному. Да. То есть, у нее еще хуже будет. Хочешь хурить на брата, чтобы он у нас всех. Я вчера с брата Валера разговаривал с твоей дочерью Еленой. Он говорит, что она немного хуже стала, чем его жена не верующая. Такому вместе же это. Вот я их дала. Не хорошее дело. Что хуже даже и жены. То есть, у него децерман для семь злейших приходит. Жена у него невыносимая. А если все еще хуже дочка. Хотя ходила. Ну, не просто ходила. Она сама приходила, вопросы задавала Егнатиховичу. Беседы проводила. Вон там ей ответы и так далее отвечал. Так, ну давай дальше на проявление. Дали тебе? Расскажите о проявлении в воскресенье Троице. Следующее. Это все. Не, я закреплю сейчас. Не, давай дальше. Потом закрепишь. Кем для вас является Иисус Христос. Иисус Христос для меня является спасителем, который отдал. Отдал тело свою кровь, пролил на кресте. Причем распятие. Который пролил за меня свою кровь. Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Каждый всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Да. Совершенно верно. Вот это вот уже достаточно будет, чтобы человеку сказать, и ты уже стал евангелистом. Как говорят протестанты, у них евангелисты все, кто евангелие рассказал, и евангелисты. Ты стал уже проповедником. Проповедь ты сказал о Христе. Из этого стиха можно разлиться. Да. Из этого стиха ты можешь говорить и о Боге Отце, и о Духе Святом. И конечно же о Иисусе Христе, о Крестье Его. О его страданиях, о его чудесах, которые он для людей творил. О исцелениях разных, которые на благо были человеку. Не просто духу человеческому, просто тему человеческому на благо были. Сейчас вот раз такой, и у меня бы спинку выправил, чтобы я вместе со всеми с лопатой побегал так весело, непринужденно. А нет, еле-еле, только встану, такое желание горячее, а через палку только на палке. Не могу передвигаться. Вот так вот. Вот сейчас думаю, господи. Но у меня другое уже. Я готов даже с этой спиной помереть, лишь бы со Христом. Лишь бы со Христом. Это очередное испытание. Да, конечно, это испытание. Однозначно. Может быть, даже оно и огненное. Потому что здоровье все-таки такое. С одной стороны, когда ты здоровый, у тебя ничего не болит, ты бегаешь, благоествуешь. А с другой стороны, когда болезнь начинается, это уже как у Ивова. Там-то Господь вообще говорит... Да, себя надо находить в этом теперь. И когда начинают спрашивать, ну как там у тебя там то, другое, третье... Я думаю, ну как, я начну рассказывать, вы не поверите просто, не поймете. Приходится жить по-другому, искать себя. А когда общего рядом со Христом и так далее, то есть, ну, можно... Надо найти себя и нужно найти себя. Да, там, руками не поможешь, но... Ну что? Для того и в песне поется... Уставшим бойцам не страшитесь преград. Идите навстречу молодым христианам. Привет, Христово цветущее племя. Да. Растите цветы, цветите плоды приносите. Прекрасно имели наследие Христа. Вот они подрастают сейчас, помощники. Видишь, двое уже вчера пришли. Они уже больше, чем перебросили, чем я-то. Лопатные. Ну, бестолковые еще, но вот я, направляющая сила. Сижу там, направляю, как мозг. Мегамозг. Ну, нормально. Надо только ножикать. Ну, есть. У каждого есть что? Всякое бывает. Ну, вот так вот пришло. Он же может не делать передаться. А люди, ты этого не понимаешь сразу. Вот, он сидит, команда, то другие работают. Ну, чем наполнены, я думаю, тем и плечи. И это тоже есть, но... Чем наполнены, тем и блескают у себя. Жижи, если наполнен человек, жижи и плечи. А я ходил, благовестовал, и вот, ну, хожу вот так вот. И с Евангелем. И там, эй, ты хромой, через букву А. Ты че там, че попало, болтаешь там людям? Хромой. Хромой, ага. Ты хромой. Я думаю, бедный человек. Я сразу вспоминаю этот Некрасовый. И кто-то камень положил в его протянутую руку, когда нищий стоит на паперке. И потом дальше рассказывается, что будет этому человеку. И 108-й псалом проклятия. Никогда, говорит, я не видел. Пускай, говорит, дети его протягивают руки из-за развалин нищины. И просят подаяния. А Господь говорит, а праведника никогда я не видел голодных. То есть праведнику из протянутых всегда кто-то поднял. А почему? Потому что вокруг праведника другие праведные, которые последние отдадут, чтобы только он имел что-то. Кому-то, видишь, кто-то в одном положении находится сейчас. Кто-то в другом. Почему общего? Да-да-да. Кто-то хорошо получает. Кто-то что, вот, тут поехали, когда снегом-то все завалило, тут начали перекидывать. А мне Марина говорит, ну, вот, Володя, говорит, тебе помог тут поперекидывать снег. А, ну, ты-то ладно, ты, понятно, какой ты там есть помощник. А что братья-то не приедут, не помогут? Ну, а у нас, говорит, вон, в Аграде, у них музей рядом, машинка, говорит, такая есть, этот один ходит и такую огромную площадь чистит у одного сторожа. Ну, и он же сторож, не сторож, он, а дворник, и там, как-то там еще там, рабочий там какой-то. Говорит, столько всего переделывает. А, говорит, а ему, говорит, какие, никаких не хватит. Говорит, ты, говорит, сколько лопатой там махал. Вспоминает, когда мы там жили почти 15 лет. Кто двор-то чистил? Когда уж совсем было плохо, тогда уж братья звали. А так-то все сам. Совершенно бесплатно все это делалось, естественно. Кто бы мог подумать о деньгах какие-то. А потом у братьев все больше и больше машины. Там в конце уже я говорю, братья, давайте начинать помогать мне. У вас столько машин, говорю, я под каждую машину не начищу. Там как-то давали, как вот в этот раз. И она говорит, ну вот машинка-то хорошая. Собрались бы там с братьями, там сколько богатых и так далее. Ребят, есть у нас машины такие там у всех. Купили бы, сбросились бы. Пускай бы вот была. Кстати, а... Такая машинка была. Почему мы это не сделали? Ну мы не сделали, потому что... Я говорю, Марин, ну я сейчас позвоню Андрею Головачу, потому что он у нас в этом деле в технике самый волочащий. Он там, у него... Я знаю, что он там продает разные запчасти и так далее. Я думаю, скорее всего, у них машинки какие-то есть, наверное, тоже. Я позвонил ему, говорю. Говорю, Андрей, вот ты с братьями там был? Видел там, как Володя ворочат этот снег? Я говорю, надо же помочь. У тебя там есть на примете какие-то машинки такие недорогие-то? Он говорит, да у меня вообще, говорит, эта машинка есть. Я говорю, твоя что ли? Он говорит, твоя. Я говорю, ты брата-то привези. Она у тебя где там стоит-то? Он говорит, достаю просто и все. Так ее надо было оставить, и что ее забрало? А он ее что, забрал? Он забрал, потому что она что-то перестала. А, вот ее сейчас сделала. А, на ремонт? Ну да. Ну то есть у тебя теперь есть машина? Да нет. Ну как бы, если он оставит, конечно, есть. Я думал, лучше, наверное, просто поговорить на собрание-то, скинуться и взять ее. Что, ну сколько она стоит? Я говорю, Марина, ты просто невероятно. Как я-то об этом не догадался? И Андрей такой, я ему привезу сегодня же вечером. Не, чтобы она была там вообще. Я говорю, давай вези. Ну, как бы, ну, видишь, на Игнате Тихоновича он может. Ну, сейчас Игнат Тихонович как бы увидел все это, и теперь по делу не скажет, что это плохо. Плохо это, ну, конечно, неплохо. Ну, нормально же снимать? Ему же очередные ролики. А-а-а. Ну, пускай теперь снимает, как Володя угорает. Да, живет. Он уже снимал, он уже стоит на канале. Ну, да, я бы мы видели. Да, да. Не, я думаю, просто она... Не, ну она вот лично у тебя работала, а тут что-то перестало работать. Ну, не знаю, че с ней, кто ее знает, че с ней. Нет, толкаешь ли. Там есть с приводом, она едет. Ее нажала, она пошла. Она по... А это ничего тяжелого. Нет, она что-то у нее перестала, это... То, как к снегу подходит, она сразу раз и... Нет, она когда начинает двигаться, она двигается-то не в обратно крутит, а вот так крутит сюда. То есть она на движение идет, потому что у нее вот эти вот... Из этой прорезиненной ткани, вот эта, такая толстая прорезинка стоит, вот такие вот. И она сама себя и подбадривает, и наталкнует, 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 наталкнует. Да, только захватить надо. Вот как раз там снег был с нас, там вот такой небольшой, он как раз четкий прям, хоп, и хорошо цепляется, и пошел. Это знаешь, как сделать? Надо в этом скинуть, на скайпе. Там 50 человек, даже если каждый по 500 скинет, 25 тысяч. Хорошая будет тема. Я говорю тебе, это вот мы и ехали, и Марина мне начала рассказывать, и потом говорит, и что, говорит, Володя-то не поможет. И говорит, он там, говорит, пластается, себя-то, говорит, вспомни, говорит, у тебя-то спина уже кончилась. Конечно. А я Господу помолился еще в 94-м году, когда только начал в храм ходить, даже в конце 93-го. И я первый раз походил, а там же на Колыме у нас снегов много, и бабушки одни ходят. И я один молодой парень. И я там храм очищал, вокруг домика этого. У нас домик такой небольшой был. Ну, как вот может. Как вот у Игната Тихонича такой домик был, где он сейчас живет. Вот такой. Там заходишь, прихожая, тут небольшой такой притворчик, вот на половину этой комнаты. Там у нас стояли этот канун, там свечи за упокой, за здравие. И небольшая библиотечка, и разные для продажи там свечи, там туда-сюда книжки там какие-то были для продажи. Просто подходишь, деньги кладешь, взял, что надо, и вышел из этой комнаты. Небольшая вставка, насчет Неплюева. Вот заметил, какие у него здания. При его деньгах только какие бы он мог построить корону. Ну, конечно. Даже церковь мог бы строить. А у них все одно и то же на основном доме все. Да я думаю, что самое главное это тут. Ну, они там интересно жили, тут еще не до конца. Там они жили, у них был дом учителя, фермерские дома были там. А когда семья появлялась, у них свои были уже дома. А так ты заходил, как общежитие такое. Допустим, там только учителя живут. Там трое, четверо. Для женщин отдельно, для мужчин отдельно. Давай, сейчас я. Ну, давай. Что-то срочное? Не-не-не, я сейчас не дома. Буду часа через три, наверное, четыре, потому что я сейчас поеду еще. Я сейчас на занятии поеду по городу. Да, понял, давайте я вам через часик наберу. Ага, хорошо. Глянь, тут Николай у них. Николай второй. То есть получается, они в общежитии жили по классу. Учителя с учителями, рабочие с рабочими, и вот так вот, да? У кого-то, у кого там какие были, там, агрономы там были, землимеры какие-то там. Ну, может, даже и правильно, в принципе, да. Они одно это имели. Вот как Володя Печечка приезжает с Урала, он сразу Ир Барбашу. Потому что у них, они оба механики, обе любители с железками повозиться. Ну, как бы общий интерес. Ну, как только у тебя семья, то там семья, они отдельно уже семьи жили. Дом ставил, построил, еще. Ну, да, он строил. Ну, там, то есть они как-то это все делали. Общину уже, то есть они зарабатывали сами. То есть он начинал-то там, когда они были дети еще, то есть просто школа была. Дети кормил их там, ясно что-то. Мальчики, девочки всегда отдельно жили. Всегда. То есть полное благочестие. У него же там цеха были. Деньги-то были, он все это организовывал. Цеха. То есть трудные. Ну, там все через труд. Там у меня один из принципов, именно труд стоит. То есть прям прописан. Ну, и даже где-то цитата, что труд превращает человека из обезьяны человека. А у нас сейчас в основном обезьяны, видишь, как у нас. Никто трудиться не хочет. И все друг друга повторяют, видишь. Если я палец в нос, он палец в нос. Все. А это подобие обезьяны. То есть труд ушел вообще. Да, один руки упустил, другие тоже упустил. А, да, я тоже так хочу. Ничего не делая, ведь. Ну, как-то идут в охранники, там, сторожаки какие-то там. Ну, такие, чтобы, да. Я понимаю, по состоянию здоровья ты идешь, да? В охрану, допустим. По состоянию здоровья, когда ты не можешь, ну, что там делать. Тебе надо трудиться и как-то трудиться, ты не идешь в охранники. А когда ты, допустим, 35 лет тебе, 30, и ты там жмешь гантелю 30 килограмм, и ты охранник. 30-50 килограмм. Да. Просто лень, лень. Она вперед, мне всегда говорили. Лень вперед, у тебя родилась. Мне вчера, всегда отец говорит. Я не понимал, как она вперед мне родилась. Сначала в грене, а был я. Ну, да, тут надо было разогреться. У меня было, надо было распинывать, ко всему надо было распинывать. То есть, я взялся, все, я положу. Вот, все, потом разогрелся, пошел, 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 как вчера. Разогрелся, и начали снять куда-то там дальше кидать куда-то. Ну, да, когда втягиваешься в работу, да, она проще. Когда начинаешь, вот, сначала, а, а, это все, пока разогрешься. И, между прочим, так же в духовных, тоже, именно, например, насчет благовестия, я тоже, сколько раз у меня было такое. Вроде, знаешь, что надо идти на благовестие, а порой какие-то сомнения, там, смущения, скачаться немножко не можешь. А потом, когда уже вышел, все, начал раздавать в англии, все, это ушло, все эти сомнения, страхи. Ну, вот, как мы в англии-то раздавали, тоже сначала идешь, не то, что стеснение, как-то смущение. Смущение. А потом раз уже все, одному, второму, третьему, да, уже. Начал, когда говорить, Слово Боже, там все, уходит сразу, все. Как комбайн, прошелся, все, и пошло, 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 и уже какие-то слова, все. Даже люди огорчающие. Почему многие люди не решаются на это? Вот для этого нужна и община. Как ты подражаешь, то есть другим людям ты мог это идти и говорить. Потому что, если, например, человек один живет, ему некому подражать, и, конечно, он не имеет такое дерьзновение. А когда человек несколько, когда братьев несколько стек, ты за ними идешь. Почему? Ян Златонс говорил о том, что, если ты, говорит, не пришел в церковь, ты, говорит, как-то, церковь раздеваешь. Потому что, другие, дурной пример показывает тебе сам. Все, я тебя везу назад. Надежда Васильевна. Вот смотри, ну вот, если бы я не слушал даже проповеди Игнатия Кейхановича, да, вот, не смотрел бы, вот, допустим, ролики с общиной, я бы, читая этого, чуть ли не знал. Ну, конечно. Я походил бы, вот, допустим, вот, я около Покровского собора живой, я походил бы, этим все и закончилось, я бы ушел туда. Потому что, когда я туда пришел, мне сначала все это понравилось. Что, вот, я пришел, Господь, вот, я, смотри, я пришел к тебе. А потом смотрю что-то все в свечах, да, в записках, в свечах, больше никуда ничего не двигается. Я уже свою здесь осуждаю, бабки здесь эти, с этой картошкой осуждаются, там. Я уже стою и думаю, это, священнику говорю, а как мы с этим бороться-то? А ты борись, они рядом, а ты борись. Я говорю, а как бороться-то? Он говорю, стой, молись. Я говорю, а как молиться? Ну, отче наш там, ну, я пробую, ничего не получается. Они все ближе и ближе. Они сами не знают ничего, священники. На Рождество, в прошлый год, в храме был, много же, народу много очень приехало. Все священники собрали со всего Лутайского края, и они все вокруг меня стоят. И вот двое стоят и разговаривают, как бы, Ах, глядите, я машину. Да, да, да. Я уже стоял-стоял, слушай, говорю, настолько уже это мне, оказывается, надоело. Я говорю, ребята, подчеркну. Я говорю, вы что здесь собрались? Проповедь. Видишь, они привыкли к общей массе, к общей безликой массе. Они-то отдельный клан, их вообще никто трогать не может. Они что хотят, то будут творить в этой церкви. Особенно у себя. Куда хочу, туда мочу называется. Ну, вот так вот, в клочках, да? Ну, конечно. Вот я здесь хозяин, что хочу, то и делаю. Даже и в митрополитию ваш. Я придумал, я знаю, что вы сектанты, ну, мы сектанты для них, для него раскольники и отщепенцы еще, вдобавок ко всему. И предатели еще. Мы же из зарубежной церкви. За границей. За границей слышится, у нас как только за границей все шпионы. Мне даже странно, почему так. Ну, вот так, однако. Я почитал, когда был вот этот массовый побег, там, и побег, а люди, которые... Уход. Уход, да, массовый уход. Почему? Не бежали-то отсюда, потому что власть же гонители. Гонали церковь. То есть убийство, все это, вот это, когда там страшно, надо подумать. Что бы я бы сделал? Запиши себе, называется, красный террор. Что бы я сделал? Если сможешь до конца прочитать, то... Красный террор? Ну, сейчас. Честь тебе. Пенига, да? И респект. Ну, конечно, по-настоящему. Пенига. Я не смог до конца ее зачитать. У меня до сих пор перед глазами эти строчки страшные стоят и фотографии, которые там сделали. Сделали белогвардейцы, когда захватывали города, в которых красные побывали два года. Что там с людьми было? В 19-м году, когда захватывали города, в 20-м году освобождали города. Харьков там, да и другие там. До Орла же дошли, Орел даже захватили, Деникин. А там уже ВЧК действовал в полный рост. Они захватывали еще в сентябре 19-го года. Прошел рейд Мамонтова. Они там как раз еще в 1919-м. Ну, конечно. Большевики уже почти два года там хозяйничали. Полтава там и так далее. Что они там вытворяли? Фотографии там были епископов, как их заживо закапывали. А их только убили буквально месяц там. И вот раскапывают они еще с ним. Чуть-чуть только тление коснулось их. И вот фотографии лежат в палавку там священники, там митрополит. С ними епископы. Закопали же ее. У них там, ну, этот... Чтобы патроны не тратить, как там назывался, колокол называлась, этот... Казин. Человек заходил в пенал такой из дерева в подвале. Шел в темноте. Проходил. И там как пенал такой. Он упирался туда. Упирался. А они в этот момент с двух сторон гири отпускали. Ух ты. А они шли на уровне головы. И голова как гирями. Лопается. Разлетается все. Они его крючком хлопают. В другую дверь вытащили. Следующий заходит туда. Следующий. Когда зашли белогвардейцы туда, следователи, в подвале вы там, говорит, по щиколотку была кровь и мозги. Эвванизм там стоял такой. Это я так только... Немножко, чтобы ты понимал, о чем тебе там предстоит читать. Что за люди такое? Я Тупкову что я рассказываю? Посмотри фильм-то «Четист», если не видел. Там только так, это мелочь я еще. Чекист называется. 92-го года фильм. Я его тоже не мог смотреть. Я его, наверное, за раз 20 только посмотрел. Невозможно это смотреть. Как будто я там сам стою. Запрещен показы на ТВ? Да. Для Макдональдса. Не русский? Нет почему, русский. Сейчас. Чекист. 92-го года. Нет? А что, не наш что ли фильм, пускай? Да, Макдональдс. Чекист. Он запрещен. Ну ты что? Он начал, где-то. А, вот Троицкий мост еще. А, так это не наши сняли еще, ребята? Братья и сестры. Поки, поки, миром, Господи, помолимся. Ищемолимся. Ну да, это вот. О. Да, это они в камере, перед тем, как их казнить будет. Сейчас будут показывать полностью всю казнь, как все это будет. Там сам посмотрите. Да, да, да. Я уже рассмотрелся. Как все это было? Всех подряд. Всех убивали. Сейчас скажу, что. Ну там и наши тоже актеры есть, я понял. Ваши. Натеревично. Ты же на фильме снимаешь, на постановках. Ну, понятно. А, Синема, они совместно, видишь? Ну да, совместно, я понял. Ну, как же так ему? Да, скажут, что. Да, серфина, гамерат, да. Ну, они совместные. Французы. И этот фильм еще можешь посмотреть «Затерянный в Сибири». Ну, я не знаю, такими дозами сразу принимать такие вещи. Как, «Затерянный в Сибири»? Крепкий, ты. Главное, молись в этот момент. Да. Что еще подсуды ченят. Да, нет. «Затерянный в Сибири», да? Да, «Затерянный в Сибири». 91-го года. Тоже не наши. Ну, наши актеры тоже. 91-го? Ежим Маслица. «Спектрэнтертеймент Интернешнл» выставляет. Ну, да, конечно. Наши такой не угол. Ну, наши актеры. Вот. Ну, да. «Затерянный в Сибири». Наши, наверное, стыдно снимать. Конечно. Конечно. Актеры-то наши снимаются, они понимают все. А правительство само, видать, не может решиться. Да как оно решится? А Путин, вот, Игнатий Иванович постоянно рассказывает, как Путину показывали Лефортова и так далее. И он там, какие возгласы его, Путин. Как? Не может быть. Мы вот сигнативно ходили в музей у нас тут, репрессирован. На этом. Эмилия Алексеева. На Эмилия Алексеева, да, где-то. И там, где вот это кольцо, заезжаешь кольцо вот так. Эмилия Алексеевна? По-моему, это Эмилия Алексеева. Там вот где. По БТИ? И там, где кольцо, да, там БТИ, да, по-моему. Вот это место. И прямо на углу, как заезжаешь на эту улыбочку после кольца, и туда пошел вниз, к этому. К Малахова. Вниз пошел, к яме. И вот здесь на углу стоит это здание, архив. И там у них прям музей. Музей репрессированных людей Алтая. И такие стенды крутящиеся. И вот так полностью документы идут на стенде. И подходишь, высоковато, метро 2, наверное, начинается. И вот идут списки расстрелянных людей. И там только за какой-то 35-й год 45 тысяч расстрелянных. 45-й? Только за 35-й. А, за 35-й? Да, и вот там каждый год, короче, расстрелянных сколько тысяч людей в Алтае только. И идут, так вот листаешь их, ну, как, видел, такие, ну, как, вот оно круглое крутится, а, и листики такие. Вот так раз, перелистываешь там. И вот листаешь их вот так, и там идут, пофамильно, там, целыми семьями, отец, дети, ну, сыновья, там, 3-4 человека. Расстрелянные, 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 расстрелянные. Ты представляешь, о чем надо напоминать молодежь? Ну, так он и есть, вот здесь, только надо... Нет, так о чем надо напоминать? Самигей, вот это, самигей, вот рекламу убрать, а вот это ставить. Что ждет людей без Бога? Да, это то, что ждет. Вот и... И эти все люди, которые расстреляны, они же согласились с революцией, ну, пускай не все согласились, но они должны были молиться Господу. Как они молились? Ну, кто-то, может, и молился тоже, это понятно делать. Вот, помнишь этот стих, этот, галстук? Он же с красным знаменем, цвета одного. Ну, мы же все в кровище. Ну, конечно. В кровище, в нашей земле. Кровь вся земля, ну, почему у нас и флаг красный, голубой, синий и белый? Белый. Это понятно, святость, чистота, ее не достигнуть. Ее можно достигнуть только со Христом. Синее небо. На небе живут бесы. Духи злобы поднебесной. А кровь, это земное все. Тут то, что они на нас, на нас, искушения эти насылаются, они не выдерживают. И вот убийства всякие. По зависти, по гордости, все наполнено кровью. Любой неверующий во Христа, он уже потенциальный убийца. Почему? Завидуют. Смотри, какие машины. Лучше, 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 лучше. Я на братья просто смотрю, думаю, ну, братья, ну, куда вы опять? Еще лучше надо, еще лучше. Некоторые поменяли по нескольку автомобилей. Чтобы лучше, лучше, лучше был автомобиль. У меня ушел с универсалом, а не про автобус. Мы понимаем тебя. Мы очень сильно тебя понимаем. Сейчас хочу, ну, не новый, свежее микроавтобус, свежее микроавтобус подвинять на старше чуть-чуть. Понятно, на моложе, а на старше, потому что тем мы автомобиль лучше делаем. Там железо такое. А, ну, это другой разговор, да. Потому что, знаешь, для чего? Мне говорит, Игнать, мы с Игнатью Тихеновичу доехали к этому. Вот, мы ездили вот в суп. Ну, да. Обратно едем, и он мне сказал. Он говорит, знали просто, что у тебя такой автомобиль, попросили тебя картошку привезти. И я здесь, думаю, вот ответ. Я все сомневался поменять на Талунас, ну, в 4ВД. И думаю, я бы на этом не увез картошку, а на том бы ее увез. И сразу думаю, вот он ответ. Правильно, что согласился мне. Это уже нормально, то есть, когда думаешь о деле таком, то это хорошо. Вот Андрей у нас. Чтобы поехать, допустим. Андрей, допустим, хорошая машина себе. Вот брат Севастьян, хорошая машина, теплая. Он у нас с любимой сестер подвозит. Стоит там, ждет вначале, чтобы все, что накопились. А Андрей постоянно возит и муку там. Андрей постоянно возит, да. Молодцы, молодцы. Ну, она должна работать. Некоторые. Для отдела, да. Для семьи. А не так, чтобы красоваться над ним. Вот, смотрите, как у меня машина. У нас в деревне, это очень важное. У них у всех такие нужные машины. Да, вот потеряем, когда они не проедут. Потеряем, когда это можно сесть по полной программе. А вот у нас туда проедут. Так, ну что, давай контактируем. Ну, это у кого-то есть у нас, да? Вот у серый. Есть. У Алексея. У Устинова? Ну. И то он еле-еле надо с потеряемки выбирается. Ну, вот я говорю, что... Проскакивает. Ну, все же он едет. Едет. А вот Ниссан, например, у Сергея не едет. Не-не, у него, у Сергея это нет. Я ему давно сказал, что я говорю, это сам. Если поменял, так на хорошую машину. Надо, чтобы четыре выдавило. Почему и спрашивать о себе крещение. Подобно о причине. А, подробно о причине, когда это желание появилось. Уменьшилось ли оно? Твердо ли? Вон это блюдо. Почему и спрашиваете о себе крещение. Вон оно стоит. Здесь все очень просто. Почему? Не хочу спастись. Спастись хочу. И без крещения это никак. Без веры. В Бога. В крещении. Без этого не сделать. Не прийти к Богу. Не прийти... Как сказать? В прощении. Почему и спрашиваете? В крещении это первое место писания, какое ты приводишь. О крещении. Какое? Крещение. Во-первых, что такое крещение? Кто сказал? Веруйте и... Дети и... А. Откроет сам Библию. Деяние 2.38. Пусть я сам попробую. Деяние 2.38. Деяние 2.38. Деяние 2.38. Не прийти, не научите. Креститься. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Так, Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Теперь нужно слово крещение понимать правильно. Что такое крещение? Вот. Крещение мы читаем уже и берем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. А вот тогда Иоанн Придьяча призывает. Да, Евангелие от Матфея 3 глава. 3 глава. 3 глава. 3 глава. 3 глава. Да, тут и про крещение сказано. И что такое? И они выходили к воде и погружались. Это рада погружения. Это как Сын Фаналик. И они выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Крестились в Иордане. Слово крещение нужно убрать и заменить его было на слово не крещение, а погружение. И погружались в Иордане. Но слово крещение и крест созвучны. И поэтому оставили слово крест, крещение. Как от слова крест или страдание. Понимаешь? Не надо было это для русского человека делать. У нас сейчас от этого столько непоняток идет. Крещение, 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 крещение. Крещение это погружение. И погружались в Иордане, по идее. Ну даже сейчас я так скажу. И меня заклемят позором. Понимаете в чем дело? Потому что нам нравится слово крещение. Ну мало ли что вам нравится. Смысл-то вы не соблюдаете. В Иордане крестились. Как понять в Иордане? В Иордане. Иордан это река. Что такое В приставка теперь? В. Вот река. Можно быть в реке? Говорят. Ты сейчас в заднице. Можно быть в заднице? Нельзя. Понимаешь? Это понятно. Ну как-то тут наступить. Она маленькая очень. А можно быть в реке? Можно. В озере в реке. Да, легко. Причем можно. Поэтому все кто не в реке. Те вот там. Находятся. Глубоко причем. И там написано. Господь вышел из воды. Вышел из воды. Это дальше. Это дальше мы теперь. А теперь откуда мы это знаем? А вот пятнадцатый теперь стих. Но Иисус сказал ему в ответ нас. Так теперь. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И шестнадцатый стих. И крестившись Иисус тот час вышел из воды. И сед веже сему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия. Который сходил как голубь. И не спускался на Него. И сед. Глаз с небес глоболющий. Сея Сын мой возлюбленный. В Котором мое благоволение. Вот последние стихи. Третьей главы. Как все это было. То есть. Здесь мы говорим о крещении. Которому призывает Иоанн. В Иордане. В реке. Ничего такого нету. Креститься в реке. Что тут необыкновенного. Непонятно. Священники находят. Вот это. Необыкновенное что-то. Обязательно крещение. Это что-то должно быть. Только не крещение. Возьмут крапила. Возьмут какое-то блюдо с водой. Но никогда не пойдут к озеру. Как вот делал это. Геннадий Фас сделал. У Геннадия Фас фотографии есть. Я даже сначала когда увидел фотографии здесь батюшки на этом пруду потеряющем. Я даже подумал что это Геннадий Фаст. Я сначала Геннадия Фаст фотографии показывали мне. А потом смотрю. А нет немножко не так. У них там поровнее вокруг пруда. У них там и леса такие эти хвойные. А люди так же. Ну и у него такое облачение как у батюшки. Такое как подстаринное. И люди идут вот в этих сестры, братья. В этих белых халатах или как их сказать так. В крещальных рубахах. В одеянии белом. В одеянии белом идут. Да. И я так думаю. О. И такие же хоробби так тоже. Ну то есть смотри получается. А потом я говорю. А вон в чем дело. Это же не у нас крещение. Потому что хочу. Почему я спрашиваю себе крещение? Потому что хочу спасения. И креститься трехкратным погружением. Да. Во имя Отца и Саи. Во первых ты сразу скажи. Крещение это погружение. И я прекрасно понимаю что это такое. Как Христос погрузился. Евангелие от Иоанна 3 глава 15 или с 12. И крестившись из 12. И сейчас вышел из воды и север отверстия всему небеса. И видел Иоанн Духа Божия. Который сходил как Бог. Тут еще вопрос стоит. А если допустим ты не крестился. То тебе не открылись небеса. Дух Божий не сошел. А у нас миропомазание как бы уже есть. Тут тоже вопрос то есть. Но кто на него отвечает. На него отвечает просто. Как бы миропомазание остается. Только нужно креститься теперь. Но это тоже через как говорится. А вот смотри. По флотски. По причине. Когда это желание появилось. Уменьшилось ли оно. Твердо ли. Вот когда это желание появилось. Ну это ты дома подумаешь. Это легкий вопрос. Когда у тебя появилось это желание. А твердо ли оно. Ну пока твердо. Ну раз ты сидим здесь. Я на то что еще могу немножко обратить внимание. Почему я не в Диане 2.38 я вспомнил. Я читал одну книгу. Брошюру. Которую сектанство. Которую я принес. Для прощения. Там еще в собрании раздавали. Для ознакомления. И там сразу начинается с первых же листов. Вопреки православному учению. Почему? Потому что у них. Они крещение воспринимают просто. То есть там никакие прощения грехов не происходит. В этом крещении. Просто обещание доброй совести. Богу. То есть он там сразу говорит. Что крещение. Это оно. Вот это. Как бы. Как тебе сказать. То что у нас вкладывается смысл. Согласно слово Божие. Прощение грехов происходит. Учеркиваете. И после этого дается еще дар Духа Святого. Тебе. То есть миропомазание. У них этого нет. Они просто крещение. Вода. Они говорят. Вода согласно слову Божию. Говорится. О слове Божие. То есть вода подразумевается. О слове Божие. То есть они так прямо ее толкуют. То есть где ты читаешь о воде. Там вот они приводят языки. Или приводят пророка. Там говорится о воде. Это значит говорится о слове Божие. Они так все это понимают. То есть у них вот этого вот нет. Достойно смотри. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись Иисус тот час же выходит из воды. Вышел. Как он может выйти из слова Божия? Вы сегодня поняли. Ну вот такая вот. То есть у них на лишь прощение идет тогда, когда мы покаяемся. Да. Это еще надо сказать о том, что это завершающий этап рождения слыша. Что ты отцена показываешь. То есть первое это вера слышания, слышание от Слова Божия. Потом ты признал Господа Иисус Христос спасителем. И третье это вот это крещение. То есть это завершающий этап идет. Рождение слыша. То есть все должно в совокупии. А не просто ты так уверовал и все на этом все. А потом покрестился, отошел и все. И дальше. Причем даже будем так говорить, что здесь вот в этом случае, как бы, ну скажем, что величие этого крещения в том, что крестился от рук предтечи сам Господь. На самом деле это крещение, оно не то крещение, которое Христос преподавал. Понимаешь? И не то, которое апостолы преподавали, ну через Христа. Христос сам не крестил. Но крестили, говорит, апостолы его. То есть он как бы рядом был. А почему? Потому что еще не пришло время крещения в очищение. Вот такое, вот это. А в очищение грехов? Да, именно в прощение грехов не пришло, да. Ну даже и в очищение. Очищение. Там это подготовительное было просто, вот, крещение подготовительное. Он и говорит, идет позади меня идет тот, кто больше меня. И говорит, мне надлежит умоляться, а ему возрастать. О Христе говорит апостол Иоанн. То есть у него это было только для того, чтобы люди пришли к тому, чтобы покаяться. Подойти к тому, чтобы покаяться. А явное знамение к этому, это погружение в воду. То есть, как он погружал? Не троекратно же погружал, один раз, наверное, погружал и все. А мы уже, видишь, троекратно погружаем. Почему троекратно? Это вообще не сказано, но, как Игнатий Тихонович, значит, ну, предполагает, будем говорить, что все это для того, чтобы следующие два крещения были как свидетельство тому, что ты умер для грехов. Следующее погружение. Следующие два погружения. То есть, погрузился, а следующие два, как свидетели тому, что ты умираешь для жизни ветхого человека, грешного, и воскресаешь для жизни новой. То есть, первое воскресение. Водами ты умираешь, а в Иисусе крестятое воскрешаешь, да? Нет? Ну, Адам... Нет, так, водами умираешь. Есть такое водами умираешь? Ну, они как это крещение? Даже объясняется, что во имя Отца и Сына и Святой Троицы. Тут такой смысл они еще закладывают, по крайней мере. Ну... Писание об этом не сказано, да. И что, а не где ты воскресаешь, а в Адаме ты умираешь? Где-то я слышал, что... Дело в том, что Иоанн Хреститель, для чего еще вообще это крещение было у него сделать? Для того, чтобы указать на Христа, то, вполкователи, которые об этом говорят нам, чтобы показать, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мир. То есть, указать на Христа, чтобы люди-то собрались к нему в этот момент, и он как раз... Ну, не проще, берите меня. Да, да. Он как раз на него... Я даже, как говорили, недостойно развязать-то. Ремень был. Да. И что он, когда покрестил его, Дух Божий, Дух Святой, что спустился в виде проблога. И когда вот ты говоришь с людьми о проповеди, что надо идти проповедовать Евангелие, а то сразу можно Христа привести. Он говорит, для того я и послал. Так что, он пришел именно для проповеди, чтобы возвестить о себе, о спасении. Ну, чтобы узнают. А если молчать будем, кто узнает? Простое дело крещения, и так все перекуверкать. Вообще ужас. Это кому-то значит надо было? Ну, там... Сатане, кому-то. Там все много еще. И, главное, люди на это так легко пошли. И уже, допустим, с 30-х годов, можно сказать, что люди не крещены. Ну, то есть, не погружались, да, с 30-х годов в новое... В новообрядческой церкви. А старообрядцы сохранили все. Ну, там просто вот облили, да. Ну, да, начали обливать, кропить. Все больше и больше. И в конечном итоге сейчас уже, когда у меня мама крестилась, ей было 14 лет, это она крестилась в 60-м году, проходила мимо Покровского собора, и, говорит, совесть заставила меня. А бабушка говорила что-то, что надо в храм ходить. И она зашла в храм. Девчонки убежали, она была с девчонками. И подошла ко мне, там кто-то стоит. И она что-то, не знаю, поговорили с ней, или как. И говорит, давай крестим. И тут, там ее крестили. Как так вообще, даже мне странно. В 14 лет попало как-то. И вот крестили ее, она запомнила это все. И мне ничего никогда, конечно, не рассказывала. Я только рассказала, когда я начал ей, привез ей Библию. Вот такую Библию привез, маме подарил. Но до этого я уже рассказывал, что я Библию читаю, она не верила. А когда Библию ей подарил, и она начала ее читать, тогда вот у нее к ней вера пришла. И она тогда вспомнила, начала рассказывать. Я говорю, мама, тебе нужно троекратное погружение, троекратное все. Ну, в конечном итоге, там где-то, в Красноярске, там ее погрузили, отец Константин. Да, ну то есть она завершила, да? Да, она завершила. Ну, это так все было сложно. Ну, слава тебе, Господи, что все это прошло. Ну, а сестра, допустим, она ходит в храм, но не принимает этого, что что-то надо. Да, и многие этого просто не понимают, и многие не думают, что в этом серьезность. И ощущают, что это серьезно все. Но нет, хиханьте, как, ну где-то все так. Ну, конечно. Мы все равно погибли. Ну, она жизнь же идет, идет, как бы. Когда смерть-то придет? Ну, у меня отца, он 81-й год, Игнат Тихоныч его с ней с первым, как он бегает. И кто думает о смерти-то? Ну, никто не... О ней нужно искусственно задумываться о смерти. Да, что-то я хочу вот так, чтобы... А так, чтобы кто-то пришел там и тебе... Ну, Женя, ну, давай с тобой поговорим о смерти. Ну, так твой ровесник даже пришел бы к тебе. Ну, давай, что ты... Сегодня праздник какой-то. Зачем? Давай сейчас о смерти... Наоборот, все говорят, только о смерти и осталости о болезнях. Ничего не говори мне. Ничего не говори мне. Вот у меня сестра такая. Не надо об этом ничего говорить. Только когда мама... Мама стала уже умер, тогда она начала уже задумываться. Я приехал... Когда мы всегда должны быть, мне неизвестно какой-то путь. Так о чем речь-то идет? Что нужно-то? Сейчас какая-нибудь... Как ты написал стихи? Это ты такой написал стихи? Нет, это я стихи не написал. А, это он был. Ты где-то взял его, и я думаю, ничего себе это написал. Нет, нет, нет. Ну, кто-то вот написал, гляди как. Хочу, хотел, я хочу, я хотел, хотел. Вот только хотел и осталось. Я его нашел, сохранил. А ничего не исполнилось. А я думал, ничего себе пишет стихи. Я тоже подумал на те. Ты бы хоть говорил тогда, кто написал. Я не знаю, кто написал там, нет никого. Я просто где-то его... Господи, помилуй. Я где-то когда-то его увидел. Ты знаешь, какие стихи пишет отец этого Вячеслава Семенова? Сергей Семенов. Не слышал его стихи? Нет, не слышал. А есть же ролики, когда они перед крещением-то, они там, у них, в Потеряевке, они, может, я не знаю, видел, может... В конце в самом он читает стихи. Два стиха своих читал. Где там они говорят? К крещению и... О своей вере, да. И о путешествии читал власти. Очень сильно написано. Ну, я вот слышал еще много, потому что, ну, большой там контент. А ты с Вячеславом выйди, он тебя сбросит. У них где-то есть они записанные. Он тебе может сбросить. Это сказание? Которое сказание. Ты с ним не беседовал еще? Нет, я с ним еще не беседовал. Побеседую, он очень интересный собеседник. Он такой серьезный. Он сразу берет быка за рога. Ну, не еще. Молодец. У него такая бородища. Мы тут с ним беседовали недавно. И он вышел, когда, говорит, там что-то у тебя с бородой. А у него бородища такая, больше, чем у меня. Моца? Нет, у него. Ушла? Ушла небольшая, как не стану. А у него вот покущая уже борода. И так волной как-то она идет, по-мусульмански. И он там, ну, предложил, он охранником работает там. И говорит, понимаете, тут у нас очень много мусульман, а они с бородами. И мне очень легко беседовать с ними. Там же в основном с мужиками надо беседовать. И у них женщины-то посмиреннее, чем у нас. Ну, у них вообще они не любят. Ну, конечно. Да, они не любят, когда женщины там что-то выступают все. И он это говорит. Ну, и все согласились и оставили его в покое сейчас. Он с бородой, с охранником бородой. Все там работали? Ну, это нонсенс. Да. Это Господь делает свыше. Ну, это недолго, конечно, будет. Но, однако, сейчас есть. Ну, когда Господь его захочет перевести на другой этап жизненного пути. Ну, да. Когда, говорит, Господь и врагов примиряет. Да. С праведником. Бывает такое. Пока примиряет. Так, ну что. Все. На сегодня все. С Богом. С Богом. Помоги, Христос. Господи, прошу вам. Играя тебе веков. Аминь. Аминь. Господи, помоги, слава тебе. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава тебе. Боже, давай, помолись. Поверь мне себя. Или иди прямо сюда. Господи, Господи, Бог наш. Благодарен тебе, Господу, за эти промыслительные встречи. Подготовь, Господи, брата Евгения, к окрещению. Направь его. Дай его разумение Писания Твое. Дай это, чтобы жажда у него всегда была, Господи, к Тебе, в молитве, в изучении слова Твоего. Вложи слова Твои в сердце, в разуме уста его. Дай ему осознанно, Господи, идти за Тобою. Даже дай ему разумение во всяком добром деле, как и что ему. Руководить своей семьей, как направлять их, Господи, к Тебе, нашему Иисусу Христу. Помоги даже его другим ближним и всем тем, которым будет благовестность Слово Твое. Чтобы их сердца расположились. И нам это дай дерзновение, чтобы и наша вера не оскудела, Господи. Чтобы мы тоже имели это дерзновение в Папу Евангелие Твоего. Обрати и наших родных и близких, брата Игоря, отца Владимира, Господи, посети. Прикоснись его души. Не дай он, чтобы отошел из этой жизни, не прибыльщи с Тобой. Сестры его коснись тоже. Помоги нашим родным и близким. Прибудь рядом с нами, Господи, благослови наших всех наставников, священника Акима, Игнатия, Господи, Иоанн, Курепи. И дай быть верным Тебе до конца, чтобы остали добрый пример служения Тебе. Прибудь рядом с нами, не оставь и не покинь нас. Тебе, Господу Богу нашему, за все хвала, честь, поклонение Тебя, Сына, Цвета и Бога. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Так, брат.